Совместное производство Франция, Словакия, Тунис. Ле РТФ и Комо Фильмс представляют. Катрин Журдан, Пьер Циммер, Ришар Ле Дюк, Лорен Рене, Сильвен Курте. В фильме «Энн бросил кости». В остальных ролях Юра и Кукура, Ермила Коленицова, Катрин Роб Грии, Франсуа Жерве и Людвиг Кронер. Авторский перевод Антона Алексеева для ArtVideoDVD. Оператор Игорь Лютер. Автор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Автор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Монтаж Боб Уэйд и Анн Франц Лебрюн. Образ. С недавнего времени один образ, кто появляется, то исчезает перед моим мысленным взором. Он неизменен, две девушки, молодые высокие блондинки с коротко стриженными волосами. Видимо, сестры. Кажется, я знаю одну из них, она третья кушница с параллельного потока в университете, и зовут ее... Вдруг я забыл ее имя. Что-то другое, то я уверен, что никогда ее раньше не видел. Но все же я вижу их вновь, они проходят мимо, одна за другой. Длинноногие, золотоволосые, коротко стриженные. Музыкальное оформление Мишеля Фоно. Мне всегда казалось странным. Знаете, когда показывают по телевизору так называемую постановку, все следует сообразить к сюжету, сначала до конца, вытекая одно из другого, логично и стройно. Автор сценария и режиссер Ален Робгрие. Чувствуется, что люди готовились, принуждали себя к порядку, чтобы все было на местах, чтобы всему была причина и следствие. Одно предшествовало по другому, одно из другого вытекало, как и полагается. А я вновь вижу их, они проходят рядом, беспричинно, просто так. Они приходят и уходят просто так. Вижу. Мне придется вам объяснить. Знаете, по телевизору вам рассказывают истории, логичные, стройные, успокаивающие, но ведь они пишутся и снимаются только для того, чтобы вас успокоить и убаюкать. В реальной жизни вы заметите все совсем не так. В детективной постановке по телевизору, например, всему в конце концов находится свое место, как в анкете. Все расписано по пультикам. Ничто не забыто, даже самая малость. В конце концов все объясняется, все проясняется, и все вместе превращается в закрытый, гладкий, округлый предмет, вроде яйца, не бьющегося и прозрачного. Все правильно.